Севастопольский городской суд встал на сторону городской избирательной комиссии в вопросе проведения референдума о выражении недоверия губернатору Севастополя. Представителям инициативной группы отказали в удовлетворении иска. Последние пытались доказать неправомерность отказа избиркома принимать документы на проведение народного голосования. Суд решил отказать председателю собрания и инициативной группы Федорину Василю Сергеевичу в удовлетворении административного иска к Севастопольской городской избирательной комиссии об отмене постановления Севастопольской городской избирательной комиссии номер 243-12-97-1 от 30 апреля 2019 года. Причина отказа – упущенные сроки подачи заявления в суд. Обжаловать отказ Севызбиркома Василий Федорин должен был в 10-дневный срок, но вовремя процедура так и не была проведена. Это не страшно. То, что мы сделали в данном случае, сделали достаточно большое дело, потому что, оказывается, сложилась практика. Мы выяснили, что делает избирательная комиссия, какие способы она использует для того, чтобы препятствовать вот таким инициативным группам в проведении тех или иных референдумов. Например, мы собираем тысячу человек. Подписывается один человек под сомнением. Проводится какое-то исследование, левое вообще, непонятно, кто его проводит, непонятно, как, что это за документы. И на основании этого, что один человек, как они написали в возражениях своих, его подпись под сомнением, значит, весь документ признается недействительным. Теперь судебное разбирательство может начаться уже в отношении самих представителей инициативной группы. По их информации, в адрес общественников подан ответный иск со стороны Севызбиркома. Севастопольцев обвиняют в подделывании подписей при подготовке документов на проведение референдума. Если не будет доказано, что члены нашей инициативной группы действительно нарушили закон о выборах, то мы будем добиваться того, чтобы избирком ответил за ложный донос.